В эфире новости радио Азатых в пражской студии Айнура Джекшегазе. Добрый вечер. Приостановлен процесс переговоров с Турцией о строительстве газопровода, заявил министр энергетики России Александр Новак. По его словам, введенные Кремлем санкции привели к упразднению межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, в том числе курировавшей реализацию проекта газопровода. По четырем веткам турецкого потока, проложенным по дну Черного моря, газ должен был поступать из России на запад Турции. Это позволило бы обеспечить голубым топливом Европу в обход Украины. О проекте в декабре 2014 года объявил президент России Владимир Путин после того, как правила Евросоюза привели к отказу Москвы от строительства газопровода «Южный поток». Тем временем, как заявил премьер-министр Турции Ахмед Давутолу, накануне на совместной пресс-конференции с президентом Ильхамом Алиевым в Баку, Турция и Азербайджан ускорят строительство трансанаталийского газопровода, или Танапа. По его словам, газ с азербайджанского месторождения Шах-Денис попадет в Турцию по Танап раньше 2018 года. Проект позволит Турции увеличить поставки газа на 6 миллиардов кубометров, а также даст возможность Баку экспортировать в Европу 10 миллиардов кубометров газа в год. В Азербайджане перекрыты бетонными плитами и усилены блокпостами дороги, ведущей в поселок Нардаран. Как сообщает корреспондент азербайджанской службы нашего радио, у всех въезжающих на территорию Нардарана проверяются документы. Посторонних не пропускают. Новостное агентство цитирует министра внутренних дел Азербайджана Рамиля Усубова, который заявил, что в поселке Нардаран под Баку вооруженная группа представителей движения мусульманского единства перешла к открытой конфронтации с азербайджанским государством и конституционным строем. Заявив, что подобные преступные акты будут решительно пресечены, Усубов добавил, что президент Ильхам Алиев поручил правоохранительным органам принять в этой связи серьезные меры. В прошлый четверг в Нардаране между сотрудниками МВД и религиозными радикалистами произошла перестрелка, в которой погибли несколько человек. Председатель профсоюза дальнобойщиков России Александр Котов призвал коллег разъезжаться, сообщает СМИ. Он заявил, что сегодня дороги перекрываться не будут и что надо дождаться 6 декабря, когда к акции протеста присоединится колонна из Дагестана. Акция дальнобойщиков из разных городов России была запланирована в Москве на 4 декабря. Многие нагородние участники на пути в Москву столкнулись с препонами. Сотрудники ГИБДД без основания останавливают фуры, блокируют места стоянки дальнобойщиков. В России с 15 ноября действует сбор за проезд автомобилей массой более 12 тонн по федеральным трассам. Он осуществляется через платежную систему «Платон», которая в первый же день вызвала массу нареканий у водителей. Акции протеста дальнобойщиков проходят по всей России с 11 ноября. В Астане сегодня начал работу форум «Великий народ степи». В его рамках развернута выставка товаров местных производителей. В ней участвует предприниматель из всех регионов Казахстана. Вице-премьер-министр Бахаджан Сагынтаев, выступая на форуме, призвал его участников к тому, чтобы вести честный бизнес. По сведениям палаты предпринимателя «Атамикен», случалось, когда молочные продукты из Белоруссии представляли как казахские. О машинах «Тойота» заявлялось, что они местной сборки, и их даже приобрели некоторые компании. «Надо уходить от такой практики. Я призываю вас работать честно», – заявил вице-премьер. В рамках форума и выставки предполагается презентация бренда «Великий народ степи». Эти и другие новости читайте подробнее на нашем сайте rus.azatak.kg. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok